Минувшая неделя была действительно богата на события, но самым главным событием было то, что сказал Хабиров на оперативке в понедельник, и всю неделю обсуждали его вот это очень неоднозначное решение по поводу ограничения прав и свобод граждан по части получения медицинской помощи, и речь идет о том, что Хабиров и Заберин внезапно и однозначно на оперативке приняли решение о том, чтобы ограничить плановые операции людям, у которых нет прививки, которые не вакцинированы. Собственно, после оперативки, видимо, люди, которые немножко больше юристы, чем юрист Хабиров, объяснили Радио Фаридовичу, что, судя по всему, ему грозит уголовная ответственность, если он внесет в указ свое решение в той форме, которая прозвучала на оперативке, а именно речь идет о том, чтобы запретить людям плановые операции, если у них нет прививки от COVID-19, и в указ внесли слово «рекомендовать». Вот это слово «рекомендовать», конечно, спасло Хабирова, безусловно, от уголовного преследования и окончательной обструкции со стороны жителей Республики Башкортостан. Теперь главврачам и администрации больниц рекомендовано делать операции, плановые операции только тем людям, у которых есть прививка от COVID-19. Вот это коварное слово «рекомендовать», можно трактовать, естественно, в обе стороны. Я очень рассчитываю на то, что главврачи и вообще врачи сделают выбор в пользу клятвы Гиппократа, а вовсе не в пользу хотела господина Хабирова и его вице-премьера Забелина. Но посмотрим, как будет развиваться. Жалоб на отечественную медицину, конечно, много и без этого. Но, безусловно, что Хабиров и Забелин подлили масло в огонь. Именно в связи с этим скандальным решением хотелось бы порассуждать о другом. Ради Хабиров безумно любит повторять и без конца повторяет два словосочетания. Управленческие решения, управленческая команда. Наша управленческая команда принимает управленческие решения, наша управленческая команда принимает управленческие решения. Без конца и практически на каждом заседании, на каждом совещании Хабиров упоминает об этом. То, что ему так нравятся некоторые не до конца понятные словосочетания, оставим на его совести. Однако именно вот эта история с привязкой плановых операций к вакцинации объясняет нам методику, каким образом на самом деле принимаются вот эти управленческие решения или так называемые управленческие решения в структуре управления ради Хабирова. Вот поставьте себя на место губернатора. Вы губернатор, управляете регионом, встает ваш подчиненный, а именно господин Забелин и делает вот такое предложение. Давайте ограничим право людей на плановые операции, если у них нет прививки. Что должен ответить, условно говоря, губернатор нормального человека? Он должен сказать, ну знаете, я не врач, я не знаю, давайте соберем экспертный совет, экспертное сообщество всех глав врачей и прочее, и посоветуемся. Давайте выясним, сколько у нас плановых операций, насколько показаны людям в среднем и в общем и в частности прививки тем, кто ложится на плановые операции. То есть первая реакция нормального человека была бы, ну я не знаю, потому что ведь действительно ради Хабиров не врач. У него абсолютно нет никакой медицинской компетенции, чтобы прямо сразу на месте принимать такие решения. Однако мы с вами были свидетелями того, что этот человек мгновенно согласился с предложением Забелина, невзирая на то, что он ничего не понимает в медицине. Вот это иллюстрирует управленческие решения вот этой управленческой команды. Абсолютная некомпетентность и поспешность принятия решений. Вот вкратце описание того, каким образом работает вот эта управленческая команда. Ну мы, наверное, понимаем всю потенциальную кинетическую и прочую опасность, которая несет нам подобная манера принятия решений. Сгоряча, сразу абсолютно не осмыслив, не подумав, потому что нравится, потому что нужно добиться этой цели по вакцинации. Собственной иллюстрации вот этой манеры принятия решений, по-моему, у нас набралось очень много. Например, Муэд. То есть вот эта вот управленческая команда, в огромных кавычках, довела до ручки, до конца электротранспорт в Уфе. Я не говорю о том, что Хабиров был родоначальником этой проблемы. Эта проблема началась еще при Елалове много лет назад. Однако именно при Хабирове у нас закончится электротранспорт, у нас перестанут ходить трамваи и троллейбусы. И это будет некой иллюстрацией вот этой вот абсолютной беспомощности вот этой вот как бы управленческой как бы команды. Ну, отдельно про Муэд, конечно, надо сказать, что чиновникам в принципе невыгодно оживить Муэд. А очень хочется продать земельку под депо Зорина и под многими другими объектами Муэда, на которые у нас сейчас воздвигнутся огромные многоэтажные комплексы. И это будет такой частный и очень быстрым обогащением для конкретных людей, которые вовсе не беспокоятся об электротранспорте и вообще о транспорте в Уфе, но беспокоятся о своих карманах. 6 июля этого года на оперативном совещании Ради Хабиров обсуждал с своими соратниками, с своей управленческой командой. Я, честно, вот без смеха не могу вот эту фразу повторять за нашим главой. Обсуждал Ради Хабиров со своей управленческой командой проблему возгорания мусорного полигона в Черкасах. Тогда было заявлено, что дважды за весенний-летний период уже возгорались Черкасы и задымляли город Уфу. И Хабиров тогда строго, грозно сказал еще раз загориться, уволю всех чертям собачьим, всех имеется в виду руководство эксплуатирующей организации и, судя по всему, это спецавтохозяйство города Уфы. И вот 29 июля, буквально позавчера, Черкасы загорелись опять в трех местах, по крайней мере, так заявляют очевидцы. Мне очень любопытно, исполнит ли Ради Фаритович свое грозное обещание по разгону руководства этой организации, эксплуатирующей мусорный полигон. Насколько эти товарищи близкие свои в доску друзья для Хабирова или для того же самого Грекова, вот и посмотрим. Потому что грозных заявлений, топаний ногами и обещаний вырвать кишки мы уже предостаточно получили за истекшие почти три года, а вот реальных дел как-то не очень много набирается. В прошлый раз, в минувший вторник, в наш прошлый выпуск, я просил наших зрителей и подписчиков ставить лайки и подписываться под нашим каналом. Очень хорошо сработало, предыдущее видео набрало втрое больше лайков и подписок, чем обычные видео. Я прошу вас продолжить это делать, это не сложно, это одно движение мышкой, это анонимно, это безопасно, а для нас это продвижение канала. Мы же все вместе хотим продвигать этот канал, чтобы его увидело все больше и больше людей. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь, рекомендуйте своим друзьям, перепостивайте наши видео везде, где считаете возможным и нужным. Вместе мы добьемся результата. А еще на минувшей неделе Хабиров принял участие в заседании Совета по делам инвалидов. Совет этот, созданный при правительстве Республики Башкортостан, является неким таким органом, координирующим действия государства и общественных организаций в области и в части улучшения обстоятельств и условий жизни инвалидов. И вот на этом совете Хабиров заявил, что денег в бюджете на приобретение приборов непрерывного мониторинга уровня глюкозы для детей диабетиков в бюджете этих денег нет. Речь идет о 150 миллионах рублей, которые необходимы для того, чтобы обеспечить 1300 детей вот этими вот приборами, которые будут постоянно определять уровень глюкозы у них в организме. Заявление о том, что на это нет денег, конечно, вызвало бурю эмоций в сообществе, в первую очередь, родителей вот этих несчастных детей, потому что именно эти родители и вообще все мы наблюдаем в последнее время то расточительство, которое проявляет Хабиров и его управленческая команда. Я имею в виду вот эти все фольклориады, вот эти раздачу денег друзьям и товарищам, передачу там всевозможной собственности и прочее, прочее. Хабиров начал долго и мутно рассуждать о том, что у некоторых родителей наверняка есть деньги и нечего их просить у государства. Стал придумывать какие-то критерии, по которым он готов отказать в обеспечении детей и инвалидов вот этими приборами. Речь идет о том, что вот, а если у вас двое родителей работают, что вы не можете заработать, что вы у меня тут деньги попрошайничаете, мне же нужно Элвину Грею 30 миллионов дать, бессовестные вы наглецы, сограждане. А как же Элвин Грей, ему что, не дать 30 миллионов? Ну, примерно вот так Хабиров рассуждал, но в списке вот этих вот актов расточительства, конечно, мы понимаем, что это и фольклориада, и все вот эти вот вожделенные ретро-трамваи, и чемпионат мира по борьбе, никому не нужный абсолютно, кроме самого Хабирова, который когда-то где-то там в детстве с кем-то боролся. Ну, понятно, уже упомянутые 30 миллионов Элвину Грею, какие-то там миллионы на съемки фильмов Бузыкаева, которые были выделены или не выделены, до конца непонятно. Ну, то есть, вот это все есть. А детям-инвалидам, диабетикам денег нет. Довольно долго партия «Единая Россия» в республике Башкортостан удавалось сдерживать инициативу и энергию своего формального лидера, я имею в виду Рустема Ахмадинурова. Я уж не знаю, какие меры предпринимались партийцами для того, чтобы сдержать Рустема Маратовича в рамках приличия и дозволенного, но на прошедшей неделе Рустем Маратович вырвался, судя по всему, из-под контроля и сразу же сходу вступил в заочную дискуссию с известным израильским политологом Аббасом Галямовым. Израильтянин Галямов задал вопрос Ахмадинурову в соцсетях о том, что не кажется ли Рустему Маратовичу, что неосмотрительно и неправильно формировать состав кандидатов в депутаты от «Единой России» исключительно из людей фигурально и внешне похожих на чиновников, то есть тот видеоряд, который увидел Галямов на страницах сайта «Единой России», показался ему однообразным и таким чиновничим. На что Ахмадинуров ответил следующим образом, цитирую дословно, «Кухарка и рабочие – это КПРФ, у нас заслуженный врач, спортсмен и ученый». Судя по всему, господин Ахмадинуров уже не скрывает того, что ему представляется «Единая Россия» в Башкирии как некий закрытый элитарный клуб для людей хорошего происхождения, родовитых, таких вельможных, ну вот все, что приходит в голову, все, о чем мечтается любому плебею, собственно, вот это вот Ахмадинуров выразил в одной этой своей фразе по поводу «Кухарок и рабочих». Понятно, что это была некая аллюзия к знаменитой фразе Владимира Ильича Ленина, но, однако, прозвучало это действительно некрасиво. Я, правда, не понимаю, на кого работает Ахмадинуров. Высказываются предположения, что он действительно, ну, как-то там слаб умом, либо, там, ну, какими-то заболеваниями страдает, связанными с, как бы, разрушением интеллекта. Я не готов утверждать, что это действительно так. То есть, во-первых, я не лечащий доктор господина Ахмадинурова, я не психиатр, не нарколог, даже не психолог, но очевидно, что подобные высказывания, они, конечно, наносят существенный репутационный вред и для партии «Единой России», и для власти в целом, потому что, ну, партия «Единой России» и власть и в республике, и в России, в общем-то, неразрывны между собой. И вот в связи с этим я повторяю свой вопрос. Я не понимаю, по сути, на кого работает господин Ахмадинуров. Однажды уже Хабиров ему говорил, что с такими друзьями, как он, Ахмадинуров, ему, Хабирову, никаких врагов не нужно. Судя по всему, Рустам Маратович не внял этому предупреждению на зиданию. Как я и обещал, в минувший вторник, сегодня, в субботу, я расскажу про такой населенный пункт, который называется Акьяр. Честно говоря, я там сам никогда не был, но в прошедшие две недели огромное количество сообщений мне пришло из этого замечательного населенного пункта. И речь идет о том, что в Акьяре горит свалка, так же, как теперь в Уфе она горит, в Черкасах. Она горит уже которую неделю в Акьяре, может быть, на сегодняшний момент ее и потушили, но горела она довольно долго. Причем так дымно, что дымом заволокло практически весь населенный пункт, никакой реакции властей некоторое время не было. Потом власти местные стали объяснять это лесными пожарами. Напомню, что на минувшей оперативке Фарид Гумеров сообщил нам о том, что никаких лесных пожаров в Башкортостане нет, все они локализованы. А еще в дополнение к этой вот совершенно вопиющей ситуации с горящей свалкой в Акьяре, мне прислали данные о том, что в том же Акьяре существует примерно та же история, которая усадила под замок под следствие господ Кучербаева и Беляева, и речь идет об очистных сооружениях. Точно такое же красивое железное здание, внутри как бы очистные сооружения, которые не работают, и вокруг них огромные болота с фекалиями и нечистотами. Значит, вот, собственно, экологическая ситуация в Акьяре. Я полагаю, что следственным органам необходимо выехать на место и ознакомиться с ситуацией вокруг очистных сооружений. Я не утверждаю, что они не работают, но так предполагают местные жители, и, видимо, у них есть для этого какие-то основания. То есть, ну, нужно, как говорится, зайти на территорию и осмотреть глазами, потрогать руками. Имитировать работу очистных сооружений, безусловно, невозможно. Соответственно, следственные органы очень быстро могут определить, работают они или нет. Ну и напоследок, самая горячая история минувшей недели. Я говорю о том, что бывший министр строительства, господин Кучербаев, находившийся под домашним арестом, и в отношении которого открыто уголовное дело, внезапно был водворен обратно на нары в следственный изолятор, по версии следствия, за то, что он попытался нарушить условия домашнего ареста. Речь идет о том, по крайней мере, со слов следователей, о том, что господин Кучербаев попытался вступить в контакт с фигурантами дела. Я уж не знаю, по каким каналам связи был ли это сотовый телефон, интернет или что-то еще. Может быть, он давал телеграммы. Но, тем не менее, вот этот момент был зафиксирован, и Кучербаева реально надели в наручники и увезли в СИЗО. Ну, мы же взрослые люди, мы понимаем, что просто так такие вещи не происходят, и даже у Кучербаева и у Беляева, наверное, хватило бы разума на то, чтобы анонимно, заочно и без личного участия приобрести сотовый телефон с какой-нибудь левой сим-картой, и никто бы никогда не отследил, кто откуда и куда звонит. Ну, собственно, здесь, наверное, все не так очевидно, как нам преподносится. Особенно любопытно то обстоятельство, что арест Кучербаева произошел сразу же после встречи Хабирова с прокурором республики Ведерниковым. Эта встреча, ну, казалось бы, обычное явление, на самом деле нет. Хабиров долгое время уклонялся от встреч с прокурором республики Башкортостан, ну, буквально уклонялся. Мы знаем, что Хабиров не умеет взаимодействовать с силовиками, и у него не складываются с ними отношения. Судя по всему, не сложилось и в этот раз. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok